Привет, Назар Афресов, меня зовут Назаров, ты партнер компании, не забыл название компании, много смешно. Сегодня пятница без галстука, я ожидаю, что она будет безумно интересная. У нас в гостях великий фактически человек бизнеса, Алексей Потапов. Кто он такой, мы узнаем буквально через секунду. Присоединяйтесь, задавайте свои вопросы. Мы постараемся сегодня строить настоящую пятницу без галстука. Пойдемте. Вы же все, почему вы сделали этого Че Гивара? Меня возберегивают, товарищи Че Гивара, сигареты. Алексей, Елена, представьтесь, хотя я вас уже представил. Мы уже тут целые. Да, может быть вы хотите что-то сказать сразу фейсбучной аудитории и нам задать какой-то тренд, и мы вас начнем учить вопросы. Давайте чаще встречаться. Только такие, потому что я на вас не представил толком. Потому что я же... Ну, я это потом скажу. Можно говорить, да? Можно говорить, да. Дорогие друзья, здравствуйте. Здравствуйте, сегодня чудесный пятничный день. Здравствуйте. Заходите, пожалуйста, к нам. Сегодня пятница. И вот меньше всего хотелось бы действительно нагружать вас какими-то сложными, такими технологичными, политическими словами, такими генерацией контента или громкой погружения в истину. Поэтому мы постараемся сегодня провести это максимально легко. Ну и так, чтобы вы могли что-то рассказать и что-то запомнить. Алексей, ну, это неправильное представление. Хотелось бы все-таки сначала с бюрократической точки зрения. Кто вот такие? Чем занимаетесь по жизни вообще? Вот обратите внимание, насколько в нас развито обращение к людям. Насколько мы мало эгоцентристы. Да, то есть мы по тренирующей говорим о себе и больше говорим о втором. Я тебе подтверждаю, это первые гости, которые пришли к нам с подарком, мне принесли вот такую шоколадную трубку, а я в ответ подарил сигару. Потому что мы с Сашей не ругались, а у тебя трюк умер, это как бы даже презент. Ну, так вот, продолжим. Мы как раз вот те самые Потапова, о которых там много говорят. Как о людях тайны, о людях туман, о людях загадка. Которые уже приходят тогда, когда оно вообще уже совсем сложно. Это когда-то те люди, которые смогли в 90-х годах объединить то, что никто не мог сделать. Мы объединили бизнесменов. При этом в 90-х. Вы представляете, что такое в 90-х бизнес? А? Ну, я думаю, что тут часть аудитории здесь не представляет абсолютно. Да, потом обязательно вам расскажу. То есть нам удалось сделать, чтобы мы смогли объединить бизнес в 90-х годах тех людей, которые, в принципе, были не объединяемы. Потом мы начали работать над проектами. И мы открылись и в Москве, и в Новосибирске. Возили из москвичей к нам сюда, знакомить с бизнесменами. Бизнесменов из Новосибирска возили туда, там строили отношения. Потом мы начали заниматься активно развитием бизнеса. Ну, помогать развитием бизнеса. В это время у нас стало около 500 компаний в Новосибирске и около 1000 в Москве. Я, я, ну, то есть вы кто? Вы великий объединитель бизнеса. Да, будет практичный вопрос, такой шикарный, да. Через какое-то время наше эго почувствовало, что мы стали действительно великими объединителями тех людей, которых никто не может объединить. А потом нам люди начали задавать, Алексей, ну ты нас объединил, а что это даст нам? Кроме того, что мы тут встречаемся. Нос, наверное, надо было сделать. Сделалось какие-то платья, но ты тут тоже нас видят, что мы вот такие хорошие здесь объединились вокруг тебя. И тогда я понял, что этого мало, что мы должны какую-то компенсаторную функцию уже нести. И мы начали делать большие, серьезные темы. То есть мы поняли, что это люди, которые принимают решения, что мы объединили в основном люди экономически значимых, известных, которые принимают решения, да, которые покупают недвижимость, которые покупают дорогие автомобили. И вообще всю экономику Новосибирска именно сделали эти люди. И мы осознали, какой мы масштаб несем. То есть я сразу хочу сказать, обратите внимание, чтобы вот так вот немножко расслабиться, мы никогда не говорим уже «я», обратите внимание, мы же командой работаем. То подумайте, что мы такие государственные… Да, да, у нас же команда из большой семейного бизнеса, из самых лучших сотрудников, которые с нами работают. То есть мы работаем давно, и все вместе, и в 5-6 лет. Но тем не менее, вот есть наверняка там пару миллиардов человек, которые нас сейчас смотрят, и они не знают, кто такие Потаповы, и до сих пор на пятой минуте так и не поняли, чем вы занимаетесь. Понятно, что Новосибирского знают все. Берешь любого бизнесмена, зная, кто такие Потаповы. Саша, ну конечно, они должны знать, не хочешь неприятностей. А сколько вы на рынке? А для тех двух миллиардов можете в двух словах объяснить, кто вы? То есть мы работаем, можно сказать, 20 лет, 26 лет, да. То есть именно 26 лет мы работаем на рынке рекламы, пиара, общественных объединений, маркетинга, маркетинга, маркетинг или маркетинг, как правильно? Это спорный вопрос. Я говорю маркетинг. Ну, я позволю себе, я позволю себе, никого не обижу, да, тех миллионов, рассмотрим, если я буду к этому маркетингу. Ну, старая школа, 90-е годы, 20 лет на рынке, можно сказать, легенда, уже патриарх. Могу себе позволить, если я хочу? Я помню 2000-й какой-то год, когда я был простым советским риэлтором, иду я по бизнес-центру на Державина 28, накатываюсь на какую-то золотую табличку VIP-клуб. Глаз дергается, и потом я спустя какое-то время с вами познакомился. То есть это было давно. Мы знакомы давно, но по факту мы не сталкивались никогда ни по бизнесу, ни по другим каким-то таким делам. Но только на глянцевых разных мероприятиях. Ну, мы, как говорится, забыл. Стой, подожди. Клиентов. Не-не-не, подожди, Саша. Я по факту не знаю. А ты будешь, как это было? Я знаю, что вы крутые, но на сфот... Нет, 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 Саша, подожди. Ты забыл. Ты можешь было? Девочка будет, звали Нелли Картану. Ты будешь? Ага. Я вспомнил картинку, вы сидели. Да-да-да-да-да. А там было, у нас что-то было, да? Была такая компания такая, сейчас мне можно говорить или не говорить, но это уже не важно. Значит, была компания такая, Эмель называется, кажется, сейчас какой-то мальчик ее возглавляет. Ну, не знаю, не помню. Ну, значит, Эмель пришли к нам, это большая, оказывается, серьезная компания, Эмель. В Москве у нас был большой бизнес, мы бы восприняли ее как своих. И мы поняли, ну, интересный момент. Рынок недвижимости тогда представлял, знаете, такой... Он был очень странный. Я согласен. Значит, все сделки проходили, как говорится, вот так, ну, как называется там, а демонстрация была, стояли дорогие офисы, стояли компьютеры, там все взялись в ДУМ. Ну, эта особенность была в той компании. В ДУМ там играли, да, там и так далее. А вот реально эталона, да, то есть куда можно было прийти, не было. Ну, то есть, вот для примера, да, вот сейчас я хочу пойти, ну, с недвижимостью, вы просто решите, я куда пойду? Ну, за фон, конечно. Первая, как говорится, моя мысль, я иду, допустим, к Александру, да, а если Александр не справится, я уже вот, у меня два эталона. То есть, а реально посчитайте, сколько агентств недвижимости? Шестьсот шестьдесят. Прикиньте. Кто их знает? Обратите внимание, в какой хаос человек должен быть ввергнут, чтобы принять решение, с кем из агентств недвижимости работать. Так, ладно, агентство умножено на количество агентов. Люди же не с агентствами работают, а с агентами. Саша, ты самый главный еще забыл, да, я там персонал, а ты еще главный забыл. Где-то в году 2001, у агентств недвижимости, до 2001 года, ну, боишься, наврать, была какая-то лицензия, а не каким-то образом обетенять. А потом раз как-то в один разлет, и этот рынок вообще открылся и превратился в хаос. Помните, да, вот это ситуация? Лицензия была, да. Да, Маша, ну, и реально появились проблемы. И вот у меня был такой интересный случай, я хочу рассказать, люди вообще учатся на частных историях, раз мы говорили про недвижимость. Я работал над большим проектом, проект завод, завод железобетонных изделий. Чтобы каким-то образом поднять проект, а проект мы начинали именно этот страшный период Крии с 2008 года. И мы брали, мы отдавали железобетон, а вот, видно, забирали квартиры. И нужно было эти квартиры как-то продавать. И мы столкнулись с очень интересной темой. К нам приходят люди покупать квартиры, мы говорим, так давайте через нас. А люди все такие зажатые. И говорят, нет, мы через агентство недвижимости. Я говорю, подождите, вот владелец завода, вот 300 человек работающих, вот, как говорится, его земля, вот он акционер. У агентств недвижимости нет ничего. А почему, как говорится, мы у нас-то не покупаем? И тогда я осознал чудесный алгоритм. То есть за все эти годы очень хорошо в голову у человека впаяли, что агентство недвижимости это предельно безопасная коммуникация. Обратите внимание. Поэтому сейчас лучше всего обращаться, конечно, к на зарплату. А еще лучше обратиться к нам, для того, чтобы мы просто проверили. Можно человек проверенный, наш товарищ. Нет, мы занимаемся не всем, мы в узком сегменте работаем. Когда-то я тебе зову по квартире. Вы же на широкий выходили. Ну, если вы придете с широким, мы найдемся с этим делать. Он забыл одну вещь сказать. То есть, если вы к нему придете и спросите, он скажет, однозначно, конечно, я человек узкого профиля, да, то есть я понимаю, но я его могу порекомендовать. Да, 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 да. И до самого дела есть большая вероятность. Я могу пригодить Потапова, который вам порекомендую. Да, да. То есть его вам приколит наименее рискованный элемент. То есть в этом случае ты разделишь ответственность этим человеком, и я разделю. И человек получит то, что он хотел. То есть он получит безопасную сделку. А что человек никогда не забывает правильно, уязвленного чистолюбия и потеря денег, товарищи. Хорошо. Я думаю, что общее представление о том, чем вы занимаетесь, оно возникло. Не, 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 Владимир. Не возникло. Мы уже переключились. Ну, я понимаю, потому что наверняка вы еще не сказали, там, 10 видов бизнеса, которые у вас есть. То, что вот тогда рождалось, какая была тогда идея и то, что есть сейчас? Эта идея осуществлена, кардинально изменилась, пока вы сейчас идете. Значит, ситуация очень интересная. Знаете, вы должны очень придется понимать, что в 90-м, вот в этом начальном году, когда вы начали, 94-й, не помню, до субботы. Ужас. Да, мне-то тогда было 25 лет, и меня там влекло совершенно, как бы, я просто, честно говоря, я вам скажу, меня не влекло зарабатывание денег на этой теме. То есть я был задачен самоактуализацией, честно говоря, да, то есть я хотел заполнить свое эго тем, что я могу сделать что-то героическое. И честно хочу сказать, в 90-х годах объединись, как говорится, представителей силовых структур, красных директоров, малого и среднего бизнеса и авторитетных бизнесменов. Действительно было... Ну вот основная компетенция, зачем вы их решили? Да, а вот когда начали, и тогда вот у меня был очень хороший случай. Я пришел к одному великому человеку, сейчас не покойному, Аронову Борису Львовичу. Он говорит, Леша, вот что ты мне тут все за клуб объясняешь? Ты знаешь, что самое лучшее, это клуб, это общение. А общение, это и есть бизнес. Ты пойми, не надо людям рассказывать, что ты объясни, что общение, это и есть бизнес. Обрати внимание, вот на этом алгоритме общение есть бизнес. Мы и построили вот эту, так сказать, империю объединяющую... Я даже помню, вы буклеты сдавали, бип-клуб, и карточки были какие-то такие. Прямо... И я думал, нифига себе... Мы создали дисконтная программа, насколько это было ранее... Да-да-да, это дисконтная программа была, для участников этого клуба, если ты обращаешься, получаешься за услуги дисконт. Нет, в 95-м у нас была элита, то есть мы уже как клуб, а в 95-м... Конфексаторные возможности как раз вот и придумали дисконтную программу. Мы просто поняли, что для тебя... Она одна из первых в России была. То есть это фактически была... Мы же не первые в России. Ну, первые. То есть, если посмотреть на сторону клиентов, то для участников этого клуба, это возможность выхода на других бизнесменов города. Принимающих решения. У нас же были первые лица. Да. Все были первые. В том-то деле, что... У нас город малого и среднего везде. То есть, они принимали решения. Вот как бы я там не пытался договориться, допустим, с каким-то твоим третьим, третьим, четвертым человеком. Но это же бесполезно. Пока папа не скажет. Вопрос такой. А как возникла эта потребность объединения всех? Она же, ну, не просто факт. Идея. То есть, идея. Это же предыстория обычная чего-то. Очень опасно. Нет. На самом деле, тема достаточно глубокая такая. Честно говоря, мы изучали уже психологию русских людей и так далее. И мы поняли в один последний день, что тема партии как таковой, да? Мы всегда были принадлежали по некой коммунистической партии и другими элементами. ДОСААФ и так далее. Как-то система так раз, наверное, развалилась. И люди остались без причастности к челюмуре. Просто вы помните, чтобы ты знал. Значит, мы были октябрятами, были пионерами, были комсомольцами, были коммунистами. Понимаешь, да? Это все были такие клубы интересов. Да? И мамы должны быть сфокусированы. Чтобы ты была там специфика. Вот так вот построена у нас была. А тут мы остались безо всего. Некая соборность общества. А потребности коммуникации осталось на своем уровне. Почему мы начали работать именно с начала 90-х годов? Вот эта группа, если допустим, там очень такой сильный, произошел такой расформе. Были красные интеллектора, вспоминаемые, да? То есть это те, которые возглавляли предприятия, большие заводы. Они были в партии. И они все по партийной линии все очень хорошо знали. А мы же, бедолаги, закончили в 90-х годах вузы. И, разлетевшись по всему миру, по всей стране, по распределению, с ужасом вернулись, как говорится, да, умирая от голода, вернулись в Новосибирск и поняли, что мы вообще никого не знаем. То есть там идет группа, то есть я сразу хочу честно сказать, красные интеллектора нас не принимали. То есть, ну, представьте, я… А вы себя тем считаете? Так мы-то были, чем мы были женщины. Этузиасты! Нет, мы были… Стратегеры? Нет, нет, нет. Ну, примерно, да? Нас называли в начале 90-х, нас вообще называли молодыми, динамичными, да? Потом в 97-м нас стали обзывать этими, новыми русскими. То есть мы стали такие «Нью Раш». Ну, то есть, понимаете, да? А сейчас нас называют «поколение Икс». Понимаете, да? То есть… Ну, отрасли мы стали… Американцы назвали поколениями «бумеров». То есть это мужики пришли с фронта, да? То есть, ну, в 46-м году, ну, и нарожали «бумеров». Когда вот это объединение начало давать какие-то дополнительные, может быть, опции, услуги, которые вы начали выводить на рынок и конвертировать в деньги? Великолепный вопрос, на самом деле. Мы поняли для себя, что, имея такое количество людей, массивное… Ну, то есть, мы… Слава, сколько у нас слова у Ньюча Ленина. Знаете такого? Он сказал такие хорошие слова. Я всегда запомнил. Любая организованная масса – товарищи. Есть материальная ценность. Да. В самом деле, как бы, у нас пришло кому-то, но мы это очень четко осознали. Мы поняли для себя, что мы можем вывести на рынок, да, взять любую иностранную, допустим, компанию, привезти в Новосибирск, представить… Знакомиться. И сделать для них бизнес. Мы начали открывать иностранные представительства здесь. Мы начинали с «Рэнксерокса», «Стефала», «Слойда», «Слойда», то есть…» Вот такой интересный момент. Вы не знаете, строитесь. Ну, иди до сих пор. Не с тем временем. Они мне подарили, как говорится, как минимум, очень много, я не смог продать. А, то есть, рассчитали, хорошо, рассчитали. Да, да, углы. Детям хватит. Детям хватит. Детям хватит. Они сами выходили? Нет. Тогда же интернет работал плохо? Да, не было. У вас в Москве представительство было? Не было. Значит, не было. Я хочу так рассказать. Нам уже интересно. Мы тоже хотим открывать представительство. Мы поехали в Москву сразу же. Буквально, знаете, когда у нас стало уже где-то около ста компаний в организации, мы осознали потребность. Группировка. Да, да, достаточно большая и очень приятельная. Конечно, у нас возникало вопрос о том, что группировка по-другому так назвать. Ну, поэтому мы даем сложные запасы. Да, и мы им даем, безусловно. Выли. С рецензией номер один и два. И нам, сын, кстати, урочек, дай бог здоровый. То есть, в чем особенность, с чем мы столкнулись? Мы удерживали огромный вакуум, проблематику у новосибирских бизнесменов. Они не знают, у них есть деньги. Они не знают, кого в Москве купить. На самом деле, если по-честному, москвичи наши кидали, поубивали, чертся знает как. То есть, туда приезжает пассажир из Новосибирска, да, такой, никакой, ничего не знает. И заходит, там, ему говорят, давай продавал сто процентов, вот офис, там, вот так. То есть, мы столкнулись, реальность, проблема. Люди готовы были покупать, открывать представительство, работать, а реально не знали с кем. Ну, нет интернета, никакой информации нет. То есть, весь рынок был поставлен. Мы были столкнулись, там есть проблемы. Москвичи тоже поскучили. Были готовы давать даже на реализацию продуктов. Мы тоже не знали, кому. И мы занимались, Саш, потом это обчинное время называют роуд-шоу. Мы занимались роуд-шоу. То есть, мы возили туда наших бизнесменов, встречали в аэропорту, обвозили всех необходимых компаний в Москве, получали, как говорили, они получали контракт, они приезжали сюда. Мы их здесь презентовали и занимались проектным управлением бизнесом. То есть, как бы, еще тогда мы уже занимались консалтингом управлением проектом. Потом аналогичным образом мы делали в обратную сторону, но чаще мы работали от москвичей сюда. Что тогда было проектное управление? У нас было так. То есть, как мы управляли в то время. То есть, мы брали, в принципе, похоже на это. Мы брали на себя презентацию. Ну, хоть и очень детская презентация проходили. В то время культуры как таковой это же не было. Нам было практически невозможно даже фуршетить. Культуры потребляли. Да, да, да. Я презентую. То есть, Анна Сидьевича не была? Вообще, я так скажу, какая-то история шикарная. Презентуем банк. Реклама. Да, открываем банк. Мы много банков презентовали. Мы берем банк в Сибири. Будематик назывался. Собираем много людей. Заходит бизнесмен. Классика. Пятница. Майка тогда. Такой живот. Сланцы. Сайф вот такой золотой. И вот так барсетка. Ты забыл сказать шорты. А, шорты. Бумеры. 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 Короткие шорты. Бумеры. Короткие шорты. Он встречается ко мне. Глысый. И говорит. Слышь. Бертелло. А где тут банк? Презентация банка. Да прикинь. Я на всю жизнь это запомнил. Мы сидим в конферензале. У нас сначала официальная часть. А потом уже... Обратите внимание. Прошло двадцать лишних лет. Вот настолько это меня выгляло из равновесия. Что, честно говоря, я дресс-борд впечатлился. По всех, наверное, вклад. Ну, там наверху. Мы прописывали всегда дресс-код. То есть человек каким-то образом себя решит так презентовать. Нет, на самом деле, если честно, если так вот вернуться... Нет, некоторые люди, конечно, любят прошлое. Это может быть правда. Может быть мы уже старые. Но на самом деле, было чем удивиться. Потому что, ну, вроде бы уже состоятельный человек. Но ни башмаков, ни костюма. Купить можно было костюм только либо в каком-то магазине Сабина. Либо в каком-то Новосибирске. При этом... На ярмарке, вы помните? На бараболке-ярмарке. Я не видел реальных. То есть у меня был случай, когда мы презентовали огромный клуб ночной. Самый дорогой, наверное, в городе. И у нас было условие. Пусть учредители оденутся. Как люди. Они под нашим пониманием, как люди, это как? Ну, как в костюме, да. То есть... Ну, как... Презентабельно. Да. Вечерняя программа. Вечерняя программа положена. На что мне, там, директор поворачивается? Да ты что, ты знаешь, какие они богатые, бельги великие. Знаешь, я... У нас что-то... Чинов организации было тогда... 250, да. 250, да. 250, да. 250, да. 250, да. Совершенно разные люди разного уровня. И силовики, и разные авторитеты, естественно. И всякие разные люди замечательные тогда. Экономика очень разнородная была. Так вот, я выхожу с микрофона. И уже было открытие. Я поверачиваюсь. А там, смотрите, вот так вот. Болтон. И там сидят в таких вот отмороженных свитерах. Пацаны такие... Хо-хо! Память и любить. То есть так было постоянно. Вот это, по поводу культуры. Ну... Почему они извинились? Сказали, что извините, мы с тренировками. Ну, дело, конечно, очень интересное. То есть, тем не менее, рынок эволюционировал. И через какое-то время, в году 2000-2010 обозаботились имиджем бизнесменов. То есть мы начали проводить, вот как Зонова тебе рассказывал, начали проводить небольшие мероприятия по повышению культуры потребления. То есть, честно хочу сказать, люди даже и небольшие деньги не понимали, зачем могут покупать такие большие деньги, честно говоря. Ну, потому что положено, надо. Да в том и дело, на это не обращали внимания. То есть, мы с трудом заставляли это делать, он им сажит, именно долго. То есть, порядка лет 15 на это вообще забивали, это не являлось основным. Покупали Сенар, вот действительно, я буду в Сенаре жить. Перемью. Да, я не буду в Сенаре жить. Ну, а я даже был в этом офисе, я там ходил, два костюма у меня были. Я первый миллион взорву в Сенаре. Вопрос. То есть, введя черцу, вы можете организовать любое мероприятие, на любом уровне. Вы можете взять компанию, понять ее проблемы и показать правильный путь. Главное, чтобы показали проблемы. Ну, не показывают. А вы скрайты, или вы не коучи, никакие… Саш, понимаешь, коучи, уже коучи. Жизнь заставила. Давайте, хочу рассказать вот единственную историю. В какое-то время мы уже, так сказать, достаточно хорошо себя чувствовали. Уже год начался 2007-2008, мы начали защищать компании о трейдерских захватах. Начали обеспечивать такие серьезные большие проекты. И на нас вышла армия. То есть, вот, армия, понимаете? Я такой вшивый пиарщик, с точки зрения, как говорится, армии, да? То есть, к ним приезжает командующий. Я же генерал. Я говорю, слушай, мне надо провести… 55 лет. Авиационный парад. Представляешь? На военном аэродроме с участием вот этого… И я такой… Опа-на! Я аж чуть-чуть голову свою не проглотил. Понимаешь, было то, что командующий… То есть, это не генерал, Саша, это командующий. Приел ко мне в офис. Я сижу такой… Перед ним заставил. Помнишь… Мы его встречали на Державино, внизу, у лифта… Да, вообще… Так вот… Знаете… Мы… Это был тот случай, Саша, когда нам было… Мы с армией, конечно же, никогда не возьмем никакие деньги. Вот это реально был случай, когда нам… Это реально западло. Имидь, опыт. Это вообще… Знаешь, как они вам благодарили? Там… Они… 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 Там красиво было. Саша, вот… Как говорится, у него… Как вот в песне Пугачевой… У него было в жизни миллионы цветов. Так вот у нас… Они взяли посреди аэродрома военного, поставили палатку… Ну, не посреди… Там все палаты. Ну, вот так. Вот так. Значит, летчики взлетали над нашей палаткой. И нам, конечно, Су-26-х свих и вот так качали к нам… Крыльями. Крыльями. И вот так… Ого! Вот это тогда вы почувствуете, что вы что-то знаете. Палатка была дамская. Да. В палатке были накрыты столы. Да. Самый знаковый клиент. Или есть еще какая-то… Нет. Кого может… Любимый клиент. Любимый клиент. Очень сильный клиент. Очень мощный клиент. Ну, знаете, когда наши вошли… Розово-парабель. Сейчас тема такая армейская, хорошая… Значит, грузины поступили не очень хорошо по отношению по сети. Ну, и наши решили принудить Грузию к миру. Так называлось. У нас был такой большой проект с Эдуаром Анатольевичем Таран. Очень значимый. Мы взяли бойцов, которые воевали, принуждали к миру. И в Красном факеле, да, мы сделали огромный прием под названием… Фонд почетных гражданин отечества. Фонд почетных гражданин отечества. То есть, самые главные бойцы, генералы, которые приехали, мы их честовали. Один приехал с ранением. Один приехал с ранением. Одного, который раз в год не доехал, убили. Погиб. Представляешь? Нам пришлось в последние дни. Таня на совет, думаю, будет смотреть. Она у меня в друзьях. Да, я думаю. Нам пришлось обводить рамочкой презентацию, которая выводилась у нас на проектор, в буклетах. То есть, парень погиб, молодой парень погиб. Я просто рассказываю про социальные вещи. Потому что, вряд ли в пятницу кому-то хочется там про бизнес. Это очень важное мероприятие. То есть, это его идея, его фонд. И вот мы два мероприятия организовали в феврале и марте 2008 года на 500 человек в красном факеле. И, как бы, действительно значимых людей награждали, получали премии, как бы, от… Ну, Елена Ильич не дорассказала. То есть, там особенность какая. Это был первый вариант, когда мы действительно поняли, что социально значимый. То есть, конечно, деньги – это хорошо, но все-таки социальный фактор. В принципе, и они без этого жить нельзя. То есть, все равно наступает время социально ориентированного бизнеса. И вот, Елена хорошо рассказала, я только немножко предысторил. Значит, мы осознали очень тесный такой момент. В 2008 году, когда уже был летучный период, почему-то народ как-то очень быстро забыл такое понятие людей, как из культуры, искусства, педагогики, понимаешь, художников, балет и так далее. То есть, мы умножили людей к культуре. То есть, понимаете, как-то бизнес начал каннибализировать культуру. То есть, получилось так, что деньги и капитал стали доминировать над этикой, моралью, культурностью, над, так сказать, мировоззрением обществом. И на это очень сложная идея сделать. Давай мы соберем самых значимых людей, которые оказали мощнейшее развитие, свой вклад для развития культуры Новосибирской области. Культуры, искусства, бизнеса, власти. И мы их, так сказать, поздравим за тот вклад, который они сделали. Мне кажется, более значимого, да, то есть, мне кажется, что это... Там получалась премия. Это мероприятие было признано, кажется, мероприятием даже года, да, кажется? Мне кажется, да. То есть, кажется, это самое лучшее было, что это было. Ну да, да, да. Ну, просто я... Ну, вот, я рассказал такие интересные вещи. Конечно, не знаю, сколько будет в пятницу интересно. Мы сделали первый в России яхт-фестиваль. В России? Да. В Сибири. В Сибири. Давай сделаем так. Сибирь так развелась в 2008 году, что появилось такое количество... В 9-м. В 9-м. Нет, все-таки в 8-м. В 9-м. В 9-м. И появилось такое количество людей, которые занимаются яхтами, что можно было уже показать людям, что такое яхта. Первый, действительно, в Сибири яхт-фестиваль. Да. Он так и назывался. Первый Сибирь. Опять же проект... Опять же проект Эдуарда Анатольевича Таракова. Да. Великолепный проект. Такой, знаете, такой, это очень яркий получился. Почему? Мы разрабатывали логотип и концепцию полностью. Вот сейчас, вот для нас, для всех, яхты, это такой челнок, да, с таким парусом. И потом яхта, кажется, типа моторной лодки. Большая, так сказать. Красивая, фантастическая. Да. Красивая, красивая, моторная лодка. Это, кажется, вот эта яхта. То есть много таких людей говорили. Ну, что было интересно. Мы, люди, когда пришли, люди такие были очень осторожны. То есть, сразу хочу сказать честно. Это не значит, что там были представители экономической, политической, силовой элиты. Мы пригласили широкую общественность. Что в том числе? В том числе. С детьми, с родителями. Отдельная программа была мощнейшая для детей. Для детей были организованы горки, да, то есть на яхтах вот этих обыкновенных, которые... Ну, там еще была яхтенная регата, еще и детская. То есть там еще клуб, который обучал детей. То есть по факту вы такие мега-организаторы, к серьезному... Это, Саша, это дети рассказывают, что было 10 лет назад. Мы уже эволюцировали. Хорошо. Кто сегодня ваш клиент? Кто целевая аудитория ваша сегодня? Вот нам что понравилось. Через какое-то время мы выросли так, что мы вот эти иксы, о которых я говорю, да, то есть это те, кто рожден где-то 1963-го и там ничего подальше. Они полностью встали в бизнесе, в экономике и там и так далее. То есть в какое-то время мы начали заниматься политикой. Вот этих людей наших замечательных начали ставить во власть. Ну, то есть потому что... И сразу хочу сказать, это не значит, что это грязное дело. Люди, которые идут во власть, которые заработали денег, они идут в первую очередь защитить свой бизнес. Сразу хочу сказать, чтобы не было иллюзий, да, по поводу того, коррупции и так далее, у них достаточно денег. Смысла давать человеку, короче, 100 тысяч рублей, у которого зарабатывает миллиарды, ну это смешно. Это, на самом деле, для широкой общественности больше такая, знаете, для побуждения к активности, чтобы как-то отвлечь их от чего-то, да. А действительно, люди идут во власть для того, чтобы усилить свое влияние, для того, чтобы развивать свой бизнес. Особенно, это касается, кстати, вашей темы строительного рынка. То есть, в чем сложность строительного бизнеса, сами знаете. Ты же, как бы, не соберешь чемодан здания и не уедешь с ним на Кипр, да, и там не рассыпешь его в дебатку, правильно? То есть, бизнесмены, которые развиваются строительством, мне кажется, что это самые достойные люди. Почему? Потому что, ну, он предельно уязвит. Вообще, вы даже не представляете на сколько. То есть, посадить в тюрьму бизнесмена, занимающихся стройкой, проще парень репы. И никуда он родной не денется, честно говоря. И если он каким-то образом не построит систему коммуникации, там, как бы, чтобы точка опоры, там, чтобы стараться сдерживать меру сдержек противовесов, там, в его группе, там, должны быть и силовы, и силовыми структурами, контролирующими органами, он практически обречен. Это все честно хочу сказать. Поэтому мы многое работали со строительными компаниями, то есть, мне кажется, что первый проект коммерческого дома в 99-м, 2001-м, да, мы очень успешно реализовали. Там на линейной, что-нибудь такое. Где он? Около Компора, около Караповского, который был. Это, наверное, на линейной. Клубного дома. Молодец, клубного дома, да, это вот, ты все знаешь, да. Удивительное дело, что дом находился рядом с железнодорожными путями, то есть, находится в получастном секторе, но, тем не менее, нам хватило духа подать его как клубный, как коммерческий, как элитный. Ну да, он звучал долго. Да, и что удивительное, в этом случае нам удалось, знаете, как бы два интереса объединить вместе. То есть, это был, в нашу организацию входила компания БФК, и БФК были только счастниками в те времена. И нам удалось подписать первый корпоративный контракт между Зайцовской на установку пластикового дома. До этого, сразу напомню, были деревяшки, так вот составлялись, да, и ехать там, как говорится, ребятишки сами, как будто, что-то там разруливать. А тут, как бы, уже было повросто. Поставили пластиковые окна по корпоративной цене на целый дом с огромными объемами. Мало того, еще и умудрились... Ну да, такая купола была. Ну, ты представляешь, мало того, там еще сделали какой-то такой купол даже из пластика. Не знаю, как это получилось, у них одинерный. На микофоне, по-моему, делали купол. Нет, на микофоне, это уже вторая была, вторая акция. И там была тоже такая оранжерея у Игоря и так далее. Но, тем не менее, вот такое было первое движение. Очень интересная была тема по продвижению первой ипотеки. Был такой человек, какой-нибудь Теунов. Не знаю, как раз Юра. Тогда еще вообще никто ничего не знал, кто у нас там покупает, как там покупает. Все знают, что ипотека – это круто. И к нам, например, свозят, ну, надо же людям показать, что такое ипотека. Вот там и сами-то, Саш, ничего не знали по этому. Я, например, Теунову включал диктофон, и он мне что-то наговаривал. Сейчас я прослушиваю, а, видимо, Теунов тоже до конца не понимал, почему он занимается. Не знаю, в чем предложили. Собрали, допустим. Ну, сейчас же можно рассказать, сколько лет. Да, конечно. Собрались мы в Сибири. Привросили Теунова, пришел Теунов. Сибирь, Сибирь – это что? Ну, где? Ну, конечно. Саш, тогда других комнат не было. Нет, Саш, там был конференц-зал, и проходило все в формате круглого стола. А то люди-то, которые смотрят, вот, собрались в Сибирь, то есть поехали куда-то в Сибирь. А, да. То есть, у меня есть такой отель, Сибирь, там был единственный красивый такой конференц-зал, мы туда собрались. С круглым столом, с большущим. И, не знаю, надо же хотя бы, чтобы один чай какой-то там, чтобы купил жилье по ипотеке там. А тогда ипотека… Областной, а Геленская ипотечная. Да, да. Первое, самое первое. И Юра, кажется, его возглавляет. Да. Я говорю, Юрий… Он нам рисовал это все. Он сживал это все. Народ не понимал вообще, как это ипотека, и с чем их уйдят. Вот сейчас мы там сидим смеемся, да? А тогда мы действительно не могли понять алгоритма. Там проценты какие-то были бешеные. Я себя мамонтом сейчас ощущаю. Слушай, вообще бешеный. И мы дошли от того Джей, который это купил. Мы шли так, кто купил? Сейчас вы знаете этого парня у меня в фейсбуке. И вот Пазочка. Александр Стал. Да. Саша Пазочка. Это первый человек. Великий человек. Великий человек. Директор Гурлесу Гарантии. Бывший. В то время он такой был. Он купил первую ипотеку. Мало того, он еще за нее рассчитался. Как это вообще? Какие были? Какие были? Что-то совсем светские. Что-то совсем светские. Я думал, что нет портретов. Там как-то замануха была такая легкая. А на самом деле... Там было 4%. Вот я помню, что какие-то были 4. Нет. 22. Нет. Основные были какие-то 4. А потом была гигантская страховка жизни. Страховка была обязательная. Она какая-то безумная. И она какая-то безумная была. У всех именно она была. И вот ты знаешь, так сидели? 4% невозможно. А там уже... Элена шутит. Ну, уже забыла. То есть там мы... Я подниму информацию. Нет, нет, нет. Да мне было там такое. Мы, конечно, сильно переживали. Но не знали, как подать. Ну, а давай там уже собрали все бизнесмоны. Мы пригласили бизнесменов. А они в 2001 году уже были матерые. Уже умели считать. Уже заработали капитал. Стали миллиардерами. И они так спрашивают его. Ты вообще сам досчитал? Ты вообще понимаешь, сколько мы вообще... Это сколько, что можно купить на потом. А там еще такая особенность была. Там нельзя было на 20 лет. Вот, сейчас вы что, Лена забыла, наверное? Нет. Там нельзя было надолго. Там можно было где-то год-два, что ли. 5 лет, скорее всего. Саша, конечно, не 5. Кажется, меньше. 5, да. Ну, то есть было 5 лет, и было совсем все. Ну, тем не менее, тема удалась. То есть получился такой стартап, очень бойкий, интересный. Как говорится, у нас получилось. И вот тут у нас появилась как раз вот эта вот наша МИЕЛЬ. Хочу рассказать интересную тему, что действительно началась наша деятельность со скандалом. Я не помню. Мы, вместо штурбанков, это один из самых крупных банков, самых известных. И на их территории решили презентовать компанию МИЕЛЬ. У меня были прекрасные отношения с Константином Априлевым, владельцем вот этой структуры. Он был членом организации у нас в Москве. И я действительно обеспечил сразу режим максимального благоприятствования. Ну, я как бы не делал. Какой структуры? МИЕЛЬ. Куликов-Грибурин. Нет, под ИМЕЛЬ. Нет, под ИМЕЛЬ. Нет, под ИМЕЛЬ. Послушай, это в 96-м году он входил в группу компании САВА, и в САВУ входила МИЕЛЬ. Он был президентом Ассоциации и реакторов России. Саш, ясный. Ну, это будет талант. Ну, это же диск, наверное. Да, да. Без драки ничего не получится. Да, да, да. Ну, это же дема уже, Олег. Мы сделали все по-взрослому. Мы обеспечивали присутствие всех наших вероятных людей, включая всех банкиров. И ИМЕЛЬ сказал такое честное слово, что на самом деле... ИСХЛАТ, ЧФГ право. Что, действительно, рынок Новосибирской агентской движимости реально находится в состоянии хаоса. Происковая подготовка, практически нет ничего. Что давным-давно, никто не работает так, как давным-давно ВСМИР, вся Москва работает, и сейчас уже не на род, до слова скажут так, из ячейки в ячейку. Да, да. А тут, как говорится, до сих пор, как говорится, кэш и беспредел. А у нас, в это время, у нас активное сотрудничество было с внутренними журналами. И самый сильный журнал на то время, вы не поверите, был журнал «Всё для офиса» – 12500 и всегда. И у меня был Андрей Чернышов, Андрюха, мы здесь. Значит, мы сделали там рубрику и назвали её так – «Вип-клуб». Такая интересная тема. Так и назвали, да. И начали публиковать там «Абизнес». И мы написали всё по-честному. А я тогда ещё тоже… А я тогда, знаете, как-то вы уже всё договорились, я тут допустил ошибку. Может, я никогда не допускал. И я не согласовал. Мы торопились, но нужно было срочно… Короче, что больше… Вышла газета. Умель. Журнал. Умель. Шквал клиентов. Но при этом намерят наезжать в агентство, когда были ассоциации риэлторов. Одна и вторая. С проклятиями и выгоняют их из ассоциаций. Она так смотрит. У неё какой вариант. Либо много клиентов, либо, как говорится, общество. А она женщина. Можно бы, конечно, сказал бабке самое главное, да. А женщины же они миротворецы, да. То есть ей хочется… И нам действительно пришлось оправдываться. Чтобы там сокращаться. Сейчас я понимаю, что… Нет. Во-первых, у неё была ответственность. Она была директором филиала. А, вот ещё. Это был филиал. На Новосибирске, да. Да. Это же, кажется, муфтейль был. Я исполнял директор. Я сейчас вспомнил разворот и фотографии уже вспомнил. Да. Ну, это муфтейль. Мы её замяли, естественно. Как там решить этот вопрос? Нет, там писались письма объяснительные. Причём я была на встрече. Я вас помню в кабинете. Я помню, что, Саша, был экстрим в этом плане. Это реально. Это вот первый мой случай был, когда я для себя всегда помню, что с заказчиком нужно сразу согласовывать материалы. Мы на своих ошибках стараемся учиться. Какой бы ты видишь и не был, да, всё равно рано или поздно получится как бы анекдотик. Эти анекдоты скажут. Шикарный анекдот, знаете. Вот, ну да. Этинот, я такой немножко… Матерсины. Значит, Этинот рассказал мне один очень серьёзный чиновник, источник очень интересный. Этинот называется «Цирк». Приезжает по Новосибирск «Цирк». Значит, цирк. Цирк, народу питку. Выступают самые главные, самые лучшие артисты первого жанра. Акробат, гроун и так далее. Выходит конференция, он такой весь модный, одетый и говорит. «Дорогие друзья! Внимание! Сейчас перед вами выступят лауреаты международных и всесоюзных конкурсов. Лучшие акробаты планеты!» Выходит акробаты и такой истощенный крик из тьмы. «А-а-а! Не смотрите! Они всякие! Они носят колготки!» Все в шоке. Вы выступали, все нормально. Вы уже в зал взбодренный. Выходит конференция. А сейчас на Олени клоуны. Лучшие из лучших. Самые смешные, самые веселые, самые великие, самые величайные. «Смейтесь до слез!» И опять крик из тьмы. «А-а-а! Не смотрите!» «Они красят губу помадой!» И как раз опять выступали. Выходит конференция. Гаснет свет. Выходит конференция в центр зала освещения. Вот и проявляется. Дорогие друзья! Внимание! Смертельный номер. Прыжок из-под купола цинка прямо в центр арены. Без страховки и крик из тьмы. «А-а-а-а! Куда вы меня тащите?» А мораль? Можно что угодно кричать, как говорят, что все надо. Ну, ждай, жди. Что рано или поздно. Тебя в под восторге публики в центр арены там без страховки сбросит. Это вся наша задача сделать так, чтобы в принципе тебя не сбросили. И была страховка. Либо была страховка. Вопросы я… Как все касается и агрессивных возмущиков. Ну, пока не началась наша программа, мы Новосибирь обсуждали. И провозначала очень интересная фраза, что Новосибирск – город… Персонально ориентированный. Да, персонально ориентированный. Прям очень понравилось. Как вы ощущаете эту ситуацию? Вот для текущих, не знаю, операторов, игроков рынка. Раскройте этот расклад. Возможно, кому-то поможет точечно как-то сориентироваться здесь и спозиционироваться. Как вы это предполагаете? Представляете? А, ну Алексей… Алексей… Алексей вдыхает, воздух свободен. В самом деле, честно говоря, вот эта история, о которой Александр сейчас говорит, это уходит достаточно в самые рискованные и далекие глубины русского опоши. То есть у нас всегда были Савва Морозова, то есть у нас всегда были персонально ориентированные люди. У нас даже когда доспехи, вот если вы можете посмотреть в истории, у нас, когда доспехи изготавливали, на доспехах человек писал… Кто делал? …своё имя Назаров, что в случае, если зарежут через доспех, было с кого спросить. То есть, понятно, они, как говорится, не ОЗД Кувалда, а, как говорится, Назаров, что потом пришёл Назаров всей семьёй и ответил, что это склада. Понятно, да? И вот эту генетику, как бы ни пытались, допустим, нас вытравить. Конечно, есть огромные корпорации, которые… Но, тем не менее, вот эта идеология, которая… И первые её, кажется, начали внедрять ещё Довды. Да? Довды Довды, да. То есть она прекрасно работает. Карпунов, Дровы… Кличность, как правило. Да. То есть там, получается, как ты, так сказать, своей семьёй, своей генетикой, своей, как говорится, будущей, прошлой жизнью, так бы, гарантируешь за качество продукции. Как только ты видишь, что продукция не именем называется, значит, ага, чувак, видимо, как говорится, да, что-то у него не так, как мы так считаем. То есть, и поэтому у нас город сразу же, как говорится, очень-очень сориентировался. У нас люди идут на Назаровых, понимаете, идут на Потаповых. То есть, нет… Он может назвать компанию хоть как, честно говоря. И я могу назвать компанию хоть как. Эти ты, допустим, уже известен, да, то есть, идут, ну, кого купил, ну, там, кто-то купил. То есть, у нас идут на Тарана. То есть, это на Посалаева, чтоб было понятно, да. То есть, у нас знают, что, кому это принадлежит. И в случае, если плохо обслуживают, то у нас же сразу по-честному понять. Тамара Анатольевича Посалаева надо позвонить. Понимаешь? Алексеевич Потапову, Виктор Ивановича Овчинникову надо лично позвонить и пожаловаться. Пожалуйста. Что интересно, когда мы начинали развивать схему, работа с брендами, с персональными. С нее, на самом деле, началась история успехов или взаимодействия с компанией. Люди начали писать историю взаимодействия между Потаповым, допустим, и Назаром. То есть, вот с этого и началась, и чем эмоциональнее и интереснее, тогда где-то в году 2004-2003 мы осознали, что работают эмоции. Люди начали учиться, Саша, не на потреблении бренда, не на сигарете, а на частных историях. Люди начали учиться и совершенствоваться на историях взаимодействия. Ну, допустим, пришел я, допустим, в Сакура суши и был потрясен. Везде суши вот такие маленькие, да, а у них большие. И меня это вывело из равновесия. А если меня вывело из равновесия, значит, я удивился. А если я удивился, хоп, эффект достигнут. То же самое с вашим офисом. Когда мы занимались офисами, мы очень хорошо видеть тесты, мы хотим поделиться, в самом деле. Офис, чем больше офис похож на класс, тем меньше, как говорится, желание в нем учиться. Вот если хочешь, то человек вообще не учился, не воспринимал знание. Сделай офис, похожий на класс. Сделай традиционный, тривиальный офис. И ничего у тебя не будет. Будет у тебя план, кто там спать. Поняли, да? То есть и все. И больше ничего не будет. То есть все, вот сейчас время такое, что мы захламлены информацией. И вот в этом мощном информационном потоке мы должны для себя какие-то базовые точки. Они называются, кажется, у нас как-то базовые элементы, точки опоры точнее называть. И в этих точках опоры… Базовые элементы информационного пространства. И в этих точках опоры я нахожу, допустим, Назарову в недвижимости, допустим. Я нахожу Овчинникову в безопасности, допустим, для примера. Я нахожу, что на фото? Потапова. Да, Потапова, если нужно продвинуть компанию, допустим. Я просто знаю, с кем иметь дело. То есть и у меня вот такие есть, и на веке по-другому сказать. Вот, знаете, если бы мы были бойцами, то у вас была такая картина. Плантастап. И вот был планшет личный, да? И на этом планшете у вас бы просто нарисован Потапов, Назаров. План действий на случай. Да, и вот в этом… Тебе больше не интересует 600 агентств недвижимости. Тебе это нафиг не надо. Ты спасён потока. Потому что, ты знаешь, вот от канала я обратился, а мне дали абсолютно полную и высшую информацию. При этом 100% это будет безопасно. И если будет опасно, у меня есть рычаги влияния. А в чьи это? Ну, ты уж так не осложняешь. Неужели думаешь, что за 25 лет мы не нашли разные варианты на решение? Возможно, кто-то среди вас есть кто-то. Да, да, да. В этот момент, где-то в году 2010, мы начали активно заниматься маркетингом. Маркетингом молодым. Потом его назовут Сарафаном маркетингом, а в наше время называлось Сарафаном радио. То есть массив информации стал такой. То есть мы увидели, что люди в оффлайне активно общаются. И тут возникли социальные сети. Мы обратили внимание, что из оффлайна не менее нам онлайн уходит. А мы уже знали психологию вот этих всех групп влияния. А вы успели запрыгнуть? Да, конечно. Во-первых, мы уже сидели на… Честно говоря, когда мы занимались… То есть на самом деле, чем хороша была Сарафанка, это мечта любого бизнесмена. Саша, ты ни копейки не вкладываешь. А вот сейчас вот по городу бегает, как говорится, тысяча человек. И с восхищением говорит, блин, Назаров, это круто. Власть говорит, надо с Назаровым работать по советским проектам. Это круто. Все люди говорят, он не нарушает безопасность общества, с ним круто работать, да? Шурка общественная говорит, у него такие личные ценности у Назарова. Что, в принципе, у него нужно присоединиться. А конкуренты говорят, он так перекрыт, он потапливался. Понимаешь, да? Вот о чем я говорю, то есть его лучше не трогать, понимаешь, он его обеспечивает безопасность, строится и все работы так стержнило, что в бензии лучше… А конкуренты говорят, что это самое лучшее, самое безопасное предложение в нашем городе. Все. Ты самый успешный человек в стране. И чем дольше об этом тебе говорят… Может, зубной аэропорад? Да, может, может. Но в чем есть особенность? Горячая тема. Когда мы работали с оффлайном, мы столкнулись с проблемами, реально нас спасли в соцсети. В среднем слух, когда мы запускали… И то не запускали, когда мы удивляли, не говорили… Максимум движения слуха было 12-15 дней. Живет две недели. Ну, две недели. И вот, чем сильнее эмоция, тем сильнее слуха. Поэтому мы с большим практиком читали по маркетингу, то есть на два дня. Мы тогда впервые поняли, что самый главный мотив при всех, как говорят, что это город бизнесменов, самый главный у нас потребители, покупатели всего – это женщины. И эволюция, изменение рынка в направлении женщины. Сейчас почти 80% всего потребления. Выхожусь и дети. Это же девчонки. Это не мужики. Оказывается, мужиков потребители… Аудитория Инстаграма? Вообще. Да. Инстаграм там заскаливает… Да. Представляешь, все, что покупается вот здесь, вон там, это все женщины. Мужики. Вспомни, что покупают мужики. Давай, быстрее. Сигары, да? Машины. Рыбалка. Оружие. Оружие. Машины. Машины. Коньяк. Все. Яхты. Все остальное. Кто покупает? Наши замечательные любимые женщины. Без вас вообще никак. И вот. У нас осталось 10 минут, а мы перешли на языке. Удачно так подошли. Как будто готовились. Вы вместе. Да. Вы вместе ведете бизнес. Я задам вам вопрос, который нам постоянно задают. Но я думаю, что это яркий пример ведения совместного успешного бизнеса. Очень. И в прошлом году, я помню, что прям был тренд. Все только и говорили, какие-то семейные бизнесы, семейные бизнесы. Много разных. Есть какие-то секреты? Как удается вместе? Может разделение полномочий? Может быть еще что-то? Мы ругаемся, Саша, каждый день. Нет, ругаемся, конечно. Мы должны понимать. Посмотрите. Точнее, я Алексей, извини, перебью. Мы давно с ним договорились, что мы не ругаемся, мы спорим. А в споре рождается истина. Права. Мы по-разному смотрим, так как мы мужчина и женщина. Мы априори будем смотреть на разные вещи по-разному. У нас восприятие мира разное. У женщины думают деталями, а мы думаем масштабами. То есть они выстретились. Поэтому, когда его масштабы начинают превращаться в мои детали, по дороге очень многое теряется, и он от этого сердится. Ну, истина всегда посередине. То есть, я вам просто расскажу. Иди на компромисс. То есть, вы должны понимать. То есть, самый сильный. Вот я хочу сказать откровенно. Просто исходя от 700 проектов у меня, 25 лет в теме. Людей, если информационно, коммуникативно, мы говорим где-то 90% Новосибирска. Вот так вот говорите. И это как бы статистика подтверждена. Но самый успешный бизнес в Новосибирске и в России, и думаю, что даже в мире. Это бизнес семейный. Завязанный на крови и на генетике. Все остальное подвержено, как говорится, любым возможностям. Вот знаете, истинная сила личности заключается в качестве его связей. А если как бы связи у тебя генетические, если ты работаешь с матерью твоих детей, если ты, как говорится, работаешь с супругой, тебя практически невозможно уничтожить. Ну вот смотрите, работаете вы 19 человек, у вас акционеров. И против вас решили, как говорится, ну давайте забрать у вас бизнес, ну давайте забрать у вас клиентов, давай назовем. Разрушаете легко связи, ну вот сколько ты работаешь в компании? Полтора. Вот смотри, вот сколько у вас качество связей? Понимаешь? А вот посмотри, а сколько с ней? Понял разницу? Вот в чем особенность. То есть как бы там ни было, ключевая константа. Вы посмотрите в мире все названия, в основном семейный бизнес. Дети работают, внуки работают. Прямо ветка идет очень хорошо. И сейчас, в принципе, все к тому и шло. Работают бумеры. У бумеров дети, 63-й год, это их родственники. И тогда пошли. И сейчас у нас уже дети, и уже на подходе у нас внуки. А как же такая тема модная, что я детям ничего достану, пусть сами добиваются и не пойдут? Ну Саш, ну понимаешь ситуация какая? Это, мне кажется, какая-то тема такая книжная достаточно и сериальная. И во-вторых, тот человек, который это говорит, либо он тяжело болен, либо тайно ненавидит окружание. Честно говоря. Честно говоря, вот так вот на публично, да я готов это сказать. А как там внутри? Вот ты против генетики, никуда ты не денешься. Вот, допустим, захотела твоя мама, Саша, чтоб ты ей зубы поставил. И куда ты денешься? Ты же поставишь ей зубы. А маму там разведут раз в 10, и ты заплатишь. Генетика. То же самое с детьми. Так вот построено. Поэтому самый успешный бизнес, это семейный бизнес. Вы можете не верить мне на слово, даже прошу не верить. Вот посмотрите статистику мировую. Посмотрите название компании. И посмотрите, в Новосибирске те компании, которые здесь живут. Это те, которые, и как только семьи распадаются, ну, нашел себе какую-то молодую любовницу, там с ней убежал. Она, как говорится, с ним поссорясь амбидесу. Все, нет бизнеса. Укончался. Поэтому, поэтому держите за своих любимых жен, подтягивайте в бизнес детей, да, дружите с семьей. Конечно, это трудно, но это позволяет не быть инфронтильным. Чем больше, как говорится, ты менее, ты более контролируешь эмоции, ты более, так сказать, сдержан, более умеешь. Вот знаете, что хорошо, когда ты работаешь вместе с женой, с детьми и так далее. Ты имеешь возможность посмотреть на процесс их глазами. То есть, сымитировать их рассуждения, посчитать их. То есть, увидеть, да вот, ты можешь быть, мы же мужики, у нас эго развито. То есть, мы такие, знаете, у нас заложен генубийство, саморазрушение. Ну, мы бойцы же, мы воины, наша задача одноразовая. Сейчас пошли воевать, а все, дано, погибли. А вот вам, как говорится, все остальное надо, все вопросы задают. Мы, да, вот, ну, жить, война, вот, друзья, все уйдем, и в одном бою можем полечь, да. А женщина, все остальное. Хозяйство, детей, как говорится, взаимодействие, коммуникация. То есть, и поэтому, и мы, дано, два получали, а мы, как бы, такой расходник потеряли. Поэтому за женщину надо держаться. Поэтому и будущее за тебя. Оптимистично. Вам в Новосибирске не тесно? Ой, Саша, очень тесно. Уже сильно летит уже. У нас очень давно все вытасрашивали. Да, очень тесно, Саша. Действительно. И вот, чего меня вот утручает, вот, я прошу, я очень люблю наш город. Я очень люблю наш бизнес-город. Вот, я хочу вам сказать честно. Где-то в году 2008-м бизнес перестал интеллектуально расти. Реально горе. Истинна задача. Люди перестали действительно читать. Нет, мне, как консалтинговому агентству, действительно выгодно иметь глупых, как говорится, клиентов. Да, которые ничего не считают, ничего не занимаются. Но втолковывать то же самое, что я в 95-м втолковывал, в 17-м, но мне уже тяжело. Нет, то, что мы рассказывали в 95-м, мы точно так же сейчас рассказываем в 17-м. И те же самые алгоритмы. И также, как говорится, пытаемся его, знаешь, иногда приходится даже ругаться матом и кричать, что он тебя услышал. С барсетками в шортах приходится? Нет, барсетками, конечно, не приходят. Но позволить себе какие-то неэтические выражения и какое-то неправильное поведение, конечно, бывает. Ну, и что радует? Мы сейчас уже находимся в таком особом, то есть сейчас такой особый период в Новосибирске, называется кризис. То есть мы какой пятый переживаем, да, Лена? Каждый кризис… Вы считаете? Ну, конечно. Знаешь, я объясню, как считать. Каждый кризис мы забираемся круглыми столами и трем одно и то же. При этом бизнесмен рассказывает, как фигово жить, и все говорят, что жизнь кончилась. Вот везде рисуют М-образную кривую, С-образную кривую, стагнации, говорят такие страшные слова. Потом как-то все выживают, опять живут с кайфом и опять погружают в гости. Кризис такой, знаете, такой… И несмотря на то, что обидно. Если в 98-м году мы реально увидели реальный царш в 98-м, когда ударил кризис через год, мы увидели реальный рост экономики, мы реально увидели рост бизнеса, мы действительно увидели людей, которые поднялись за счет отечественного производства. И еще очень активно думали. Активно, это нереально. То есть нужно было быстро сориентироваться. То есть столкнулись же с какой проблемой. Доллар в основном вырос, да? И не знали, по какой цене покупать и по какой цене продавать. Потому что рост был колоссальный постоянно. И все в смятении были. И мы в 98-м году тоже проводили презентации. И вот одна презентация мне особенно заполнила себе «Старание Новосибирск». Мы вот реально в каком-то ступоре все были. То есть, правда, мы их приглашаем. То есть мы же сами, что тогда вот прям разванивали сами, потому что члены клуба, они с водой, с которыми не хотели разговаривать. Я звоню и вычеркиваю. Я звоню и вычеркиваю. Я вот так и сидел. Не пойдем, не пойдем. Не пойдем, не пойдем. Потом мы свой разговор перестроили и говорим «А почему не пойдете-то?» Они говорят «А что? Кризис? Мы не знаем, что делать». Они говорят «Так наоборот, кризис. Давайте встретимся». Надо объединяться. Крупных столов не было в 98-м году. Давайте встретимся. Первые крупные столы обслужили проблему. Убедили мы часть народа встретиться. Собрались в Новосибирске, презентовали какие-то грузинские вина. Какие-то да. В керамике. Тогда первые керамики были грузины из Москвы. Тесным кругом собрались, очень душевно пообщались и потанцевали. Такой развлекательный вечер был. Ослабили напряженность. Что-то полезное, конечно же, сказали, как обычно. Ослабили напряженность, на самом деле. Когда столько благодарностей мы в свой адрес не слышали. Ребята, спасибо. Вы нам помогли услышать другую точку зрения. А как у других? А как и что-то? Тебе хотите, что-то как у других, Саша. На самом деле… Делите информацию. Нигде. Никогда не поделитесь. На самом деле, сегодня многие собственники компаний, стараясь ходить на какие-то семинары, на конференции, опять же объединяющие такие мероприятия, где можно услышать иную точку зрения. Они зачастую ходят туда отдохнуть. То есть мы обратную связь всегда стараемся получить. О, что же. Отдохнуть и посмотреть на свой бизнес со стороны. А как другие поступают в той или иной ситуации? Они уже уверены в себе, да. Они много знают, много умеют, много ошибались, многому научились. И вот видя себя со стороны, они понимают, что можно на сегодня предпринять. То есть не значит, что вот они пришли, вот записали все и пошли это реализовывать по этому записанному. Зачастую даже не пишут, да. Но они, имея вот этот взгляд со стороны, убирают эту замыльность, зашоренность, да, есть время подумать. Вот в 98-м думали прямо экстремально. Мы думали очень часто немножко. Может быть, правда, мы уже стали старше. Может, правда, постарели. Может, правда, мы раскафовались. Но непонятно, как говорят. Тем не менее, вот если то, что мы сейчас видим, мы не видим эволюции. Мы реально не видим эволюции. Вот той эволюции, которая была в 98-м, вот этого яркого примера. Эволюции интеллекта. То есть действительно не видим. Нам, правда, не просто. То есть и при этом мы не видим, что... Тут надо, наверное, учитывать, что уже многое придумано, многое использовано. Ну, может быть. В том числе и в продвижении. Я, к сожалению, вынужден прорвать наш эфир. Мы подошли к финальной фразе, которую, наверняка, вы там уже готовили, учили. Есть... Ну, во-первых, вам огромное спасибо, что вы уделили час времени. Вообще, спасибо, что с вами пришли к нам в гости. Мы безумно рады вас видеть. Давно... По-моему, мы никогда не сидели и не общались. У вас есть векальная возможность 4-миллиардам... Что-то пожелать. У нас подсоединилось еще там пару миллиардов за последние 30 минут. Сколько времени? Может быть, анекдоты рассказать. Сколько времени? Нет, на самом деле, у нас не ограничены. Но у нас есть правила. Да, то есть все мы, живя в этом замечательном рынке полных противоречий, да, и наша основа – это выживаемость. И чем больше мы знаем, тем больше выше у нас интеллект, тем больше, как говорится, вероятность, что мы сможем выжить. Я вам хочу рассказать такое, знаете... Мне эту сказку, такую психологическую сказку рассказал один генерал, который учил людей работать за границей. Ну, то есть, когда они работали, как объяснить, они работали одни и выбрали определенную задачу. И вот он, когда набирал этих бойцов, он рассказал им эту психологическую сказку. И задача была после этого пересказать эту сказку. Вот я тебе сейчас расскажу эту сказку. В ней скрыто огромное количество психологических моментов. Ну, у них есть очень хороший такой элемент. Назвайте сказку про черепаху. Готовы? Слушайте. «Жила-была на свете большая черепаха». Что? Кончила шага. Давайте переставим и прямо отдельно снимем на камеру. А, да. «Жила-была на свете большая черепаха». И жизнь у нее была очень трудно, измерялась она количеством шагов. Панцирь давил на нее сверху, и она тяжело передвигалась. Но зато, когда из леса выбегала злобная, рыжая, хитрая лиса, она прятала свой панцирь и была в безопасности. Лиса себя пела как агрессор. Она пыталась сломать, раскусить, разломать панцирь. Но панцирь был очень твердый и крепкий, и ничего не получалось. И в один прекрасный день лиса пришла с юристом. Достала большой кошелек и предложила услуги по покупке панциря. Но в силу скудности фантазии черепаха не поняла, что от нее хотят. И опять путовка ушла ни с чем. Прошло время. Заступила эра научно-технического прогресса. И однажды черепаха вытащила свою морщину с ту голову из панциря и увидела большой телевизор, который висит на сосне, на котором захлебывающийся от восторга диктор дятел кричал. Какая легкость! Какое изящество! «Летающие черепахи без панциря! Сбросьте чуть-чуть до лишнего тяжести! Летайте, летайте!» А до другой день в виду неосовающую сказала. Ведь лес изменился. Ортодоксальных зверей не стало. Черепах никто не ест, а вон там лиса подалась к ришнаитам. А тут везде рассказывают частные истории черепах, которые с удовольствием летают, эмоционально окрашены, интересны. Черепахи рассказывают, как это здорово, как было тяжело жить с панцирем, а как сейчас замечательно жить без панциря, как прекрасно летать без панциря, какое небо-то голубое и мирное, и все безопасно вокруг. И так все классно. И в один прекрасный день, когда небо было наиболее чистое и свободное, черепахи в голове щетнуло и зажужжало. И она подумала, какая же она дура, что столько лет носит этот панцирь. И она сделала шаг к свободе, то есть своей гибели. Она добровольно отказалась от своей системы защиты. А смеялась леса, оплачивая рекламу летающих черепах, рассчитываясь в виду лесовой и постановочными черепашками с эмоционально окрашенными утверждениями и суперсторами, историей успеха. Так вот, все вокруг сделано для того, чтобы вы сняли с себя добровольно панцирь. А если вы знаете, как его сохранить, делайте все возможное, чтобы защититься, обращаясь только в те компании, которые на самом деле являются безопасными, а все остальные смешат вас только для того, чтобы выводить ваши золотые зубы, как говорят, лазить. На этом до свидания. Спасибо. Спасибо. Да, большое спасибо, ребята, что были сегодня с нами. Мы очарованы сегодняшней встречей. Напомню, Алексей Потапов был со своей очаровательностью. Очень подораживает. У меня даже в процессе съемок пошли мурашки. Спасибо, что вы были сегодня с нами. Следующий гость... Ну, я знаю, кто у вас будет следующий гость. Мы анонсируем отдельно. Всем привет. Спасибо большое.